Ну и всем привет, с вами Робин. Сегодня мы рассмакуем посылку от компании Лего. Я думаю уже многие догадались, что это посылка из Лего сервиса, потому что именно в таких пакетах посылки из Лего сервиса приходят, но в этот раз я заказал детальки от очень интересного набора из серии Лего Ниндзяга 2015 года, он очень классный и мне бы хотелось его восстановить поскорее, поэтому погнали открывать эту посылку. Ну и к счастью посылки от компании Лего можно открыть без всяких ножниц или чего-то такого, тут есть вот такой вот ярлычок, за который можно потянуть и по идее посылка должна открыться. Ну да, так все и происходит, все шикарно, все нормально разрывается. Так, ну вроде бы так, давайте вытащим, сейчас вам покажу, в общем, секунду, в общем вот что было тут, вот такие вот детальки, очень классные, очень я их ждал, ну и конечно же письмецо, давайте на него тоже посмотрим, сейчас, секунду. Вот такое вот письмецо, тут у нас те детали, которые мы заказали, то есть одна нога скелета, еще, это у нас что, это у нас косик такой классный, также у нас тут, что еще тут есть, ну письмо, где Лего говорит, приносим свои извинения. В общем, как-то так, давайте теперь восстановим этот набор. Вот такой вот набор, сейчас мы будем восстанавливать, давайте сейчас к этому приступим, но перед этим я хочу сказать огромнейшее спасибо компании Лего за то, что в свои посылки они кладут вот такие вот прекраснейшие пакетики. Они, конечно, иногда бывают помятые, иногда бывают немножко порванные, но они очень нужны для всякого разного коллекционирования, сюда можно запихнуть разные бластеры из Звездных Войн или что-нибудь другое, запаску там. В общем, много можно разного тут хранить, это очень классно. Ну и также вот, какие детальки мне пришли, два вот таких вот с косиком, вот такие вот, и одна ножка скелета. Ну вот, кстати, ножку скелета мне прислали не белую, а серую. У меня были догадки, что Лего пришлют мне другую ножку, не того цвета, потому что у ноги скелета белого цвета там был такой восклицательный знак, и типа могли не прислать посылку, я вот думал об этом. Но посылку прислали и мне заменили детальку, то есть, ну, хорошо, я как бы без претензий, это очень классно. Давайте все быстренько восстановим, потому что мне этих деталек реально не хватало, чтобы сделать полноценный обзор на этот сет в дальнейшем. Возможно, не буду, но скорее все сделаю когда-нибудь. Так, ну и тут придется немножко разобрать конструкцию. Давайте прикрепим эти два скосика. Они у меня куда-то потерялись, потому что этот набор я не раз разбирал для смотелок, тут очень классные детальки. В свое время он вообще стоил рублей, ну, 400 или 300, уже не помню. Он был очень-очень таким доступным для людей, поэтому я его тогда и взял. Так, ну вот примерно так, и давайте состыкуем все. Вот так вот. Ну и вот такой вот классный сет у нас теперь получился. Он в полной комплектации, это меня полностью устраивает. Погнали же подведем итог. В завершении этого ролика хотел бы высказать огромную благодарность компании LEGO за то, что они придумали замечательный сервис, в котором есть просто огромнейший выбор разных деталей, которых у вас, ну, может быть, не хватило в наборе, или они сломались, или вот как у меня, они потерялись в детстве, и сейчас я просто занимаюсь восстановлением старых наборов LEGO. Но злоупотреблять этим сервисом я не советую, потому что больше 5 или 4 посылок в год заказывать не надо. Ну, это все-таки компания LEGO, и они контролируют, куда уходят их детали. Ну, не злоупотребляйте этим, короче. Если хотите восстанавливать коллекцию, допустим, как я, восстанавливайте, но не заказывайте там лишних деталей, которые вам, ну, никогда не попадались и никогда не ломались у вас. В общем, как-то так. Надеюсь, что вам ролик понравился. Обязательно не забудьте поставить вот такой вот лайк за мои старания. Не забудьте написать что-нибудь в комментариях. Вообще, заказывали ли вы когда-нибудь посылки с LEGO сервиса? Тут я уже все сказал. Всем спасибо за просмотр. Ну, и так уже сказать по традиции, в мой кадр врывается мурчащая кошка. Ну, в общем, какое-то такое завершение ролика. Всем еще раз пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...